приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня наша традиционная дегустация дегустируем банский старец колбаску которую мы приготовили 45 дней назад 45 дней она вялилась получилось так достаточно достаточно достойно я хочу разрезать показать вам разрез и попробовать ее в первую очередь насколько она увялилась взвешиваем 210 грамм 212 было 312 то есть на 30 процентов на 30 процентов она реально усохла в процессе галенья такие получаются потери давайте разрежем ну что дорогие друзья давайте зарежем ее посмотрим что у нас получилось по-моему очень достойно сейчас нарежем как же так камере делать я люблю так колбаску тоненько-тоненько чтобы наш светилась ай какая красота как она пахнет замечательно сейчас себе и руки поотрезаю давайте посмотрим на разрез вот так вот выглядит наш банский старец в разрезе очень очень так приличненько выглядит а пахнет он вообще сногсшибательно давайте попробуем к сожалению того оригинала который мы привезли из болгарии и по которому копировали этот рецепт а это именно рецепт скопированный то есть его нигде не вычитали а просто купили готовую колбасу не осталось мы его съели просто но видео там где мы делали эту колбасу а ссылку на это видео если вы его не смотрели я оставлю в описании ролика я показываю оригинальную колбасу банки ставить и так она так пахнет друзья у нее такой запах я просто по-моему великолепно нам удалось полностью ну я не побоюсь этого слова нам удалось полностью повторить оригинальный вкус колбасы очень круто причем вот мне нравится колбаску нарезать на какие-то мюсенькие кусочки чтобы она аж светилась вот это вот кайф друзья банский старец удался ничего но единственное что я бы тмина вот добавил бы больше в оригинале все-таки больше мы побоялись так нам болгары рассказали что сыпется чуть ли не 100 грамм тмина на килограмм мяса но это образно говоря большое количество все-таки мы вывели чуть поменьше количество но вот я сейчас понимаю что тмина можно было больше а так колбаса просто великолепная отличный сыровял и вот характерный вкус характерный вкус банского старца просто потрясающе можете готовить по нашему рецепту можете повторять рецепт проверим результат так сказать на лицо вы увидите колбаса получилось очень классная но по крайней мере мне очень нравится ссылку на рецепт как говорил уже оставлю в описании видео и самое главное друзья то что я говорю в конце каждой дегустации в конце каждого рецепта в тех колбасах которые сейчас продаются в магазинах на территории снг там колбас нету и мясо нету и мы просто вот призываем вас попробуйте приготовить дома сами домашнюю колбасу вы получите такой кайф от этого и но это и полезно и здорово и очень вкусно прекращайте покупать дрянь из магазинов делайте делайте колбасу дома это реально очень круто с каждым человеком который посмотрит наше видео и проникнется этим и сделает колбасу дома мы с ларисой станем немножко счастливей поэтому делитесь нашим видео пожалуйста делитесь социальных сетях делитесь там со своими друзьями советуйте рекомендуйте чтобы как можно больше друзей ваших там знакомых приятелей узнала что делать колбасу дома это вкусно и просто ну и надеюсь что видео было для вас полезным друзья подписывайтесь на наш канал а мы с ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты всего доброго пока